Встреча с инвесторами мусорожигательного завода Встреча с инвесторами мусорожигательного завода Встреча с инвесторами мусорожигательного завода 400 жителей компаний-инвестор, руководство Минстроя, глава Зеленодольского района и представители сполкома Казали Как стало известно, проектная документация завода будет готова к середине июня По этим данным общественники смогут провести свои независимые экспертизы Анна Городнова о самых важных деталях встречи То, что мы против, мы в разные инстанции пишем На встречу с инвесторами мусорожигательного завода люди пришли задолго до начала Шли семьями Зал местного ДК, рассчитанный на 300 мест, едва вместил всех желающих В начале фильм «Тайная жизнь мусора» Он о том, как в Европе работают 200 мусорожигательных заводов К киносеансу собравшиеся предпочли вопросы и ответы Первые они адресовали главе Зеленодольского района Был сход у нас в сельском поселении, и господин Тыдин выступал Он сказал, никакого мусора на завод строиться не будет Мы вам подписи добавляем в районе жителей Впрочем, как пока нет и проектной документации на завод Ее разработают к середине июня и вынесут на обсуждение Если экологическая экспертиза с учетом мнения населения Примет отрицательное решение, значит проект будет меняться Проект или место? Жители интересуются, откуда будут завозить мусор на завод По словам инвестора, из Казани и Зеленодольска И только после сортировки Для этого в Татарстане откроют мусоросортировочные станции Что вы будете делать с такими вещами? Типа правосы, типа правосы, потому что не знаю Будет производиться досмотр автомобиля В каком решении? В ручном или автоматическом? У тебя термометр есть? В ручном? Вы каждую машину будете купить? Кроме того, будут браться даже химонализы Завод будет работать по японо-швейцарской технологии Убедиться, что жить рядом с ними безопасно Активистов пригласили в командировку Вы согласны поехать со мной? За чей счет мы поедем? За наш счет Мы предполагаем внедрить так называемые гаджеты для телефонов Которые можно будет скачать и в онлайн режиме Смотреть то, что происходит с точки зрения загрязняющихся В один миг завод не построят И сжигать тонны мусора не станут Их в печь сразу не кинешь Сначала нужно собрать, потом рассортировать и переработать Это целая наука по обращению с отходами Изучать ее придется всем татарстанцам Мы обязаны определить региональных операторов Создательство структуры для скачировки и отходов Вопросы и ответы, крики и молчания Конструктив и непонимание Оживленная дискуссия шла почти 4 часа В завершение инвесторы поблагодарили людей за внимание И активную гражданскую позицию И пообещали, такие встречи пройдут еще не раз Чтобы неясности не осталось Анна Городнова, Марат Зайдулин, ТНВ, Зеленодольский район Горячо сегодня в ряде районов республики Паводок не отступает Сегодня спасателям пришлось применить болотоход Шерп Для того, чтобы добраться до жителей деревни Чиреево-Апастовского района Здесь затопило 4-х километровую дорогу На месте организовано дежурство мотолодки, фельдшера И выставлен дополнительный пост МЧС Альбина Минибаева на месте оценила обстановку Три километра бездорожья Такого, что даже полнопривод не проехали Только на средстве дерева Вода ушла с населенного пункта уже И из-за этого сейчас на лодке невозможно подплыть Только на этом? Только на этом В Тирене Чиреево проезд только на болотоходе Шерп И его спасатели сегодня впервые применили Для контроля за паводком Здесь не будет вода Накануне здесь все подъездные пути были под водой Вот они открылись наверняка меньше, чем сутки назад До сих пор здесь обычная автомобильная техника просто не проедет В село самое необходимое медикаменты и продукты В первую очередь хлеб, накануне вода пришла с трех сторон И буквально отрезала Чиреево от внешнего мира Утром я посмотрела в окно Была маленькая лужа А потом уже ближе к обеду Как река Страшно было? Страшно было, конечно, страшно Гульфира Абубакирова живет в деревне с 80-го года Последний раз в таком же масштабе река Булат Разлилась в 79-м 11 апреля ждали самого лучшего Мы испугались, что вода просочится Уже приготовили диван, чтобы на него поставить всю картошку Это заезд в деревню Чиреево Данная территория несколько дней назад находилась под водой Сейчас она уже потихонечку уходит Но все равно передвигаться можно лишь вот в таких вот болотных сапогах Потому что вода до сих пор буквально по колено Все время колцо образуется здесь Каждый год Но не так сильно, как в этом году С 11-го числа в деревне напастил сотрудник пожарной службы Рамик Даминов помогал местным спасать мебель и домашний скотт Я такого не видел, чтобы вот в деревне до пояса вода была Заблывали во двор и вот на этом месте мы передавали праву специальности В республике остаются под водой участки в деревне Татарская Танай Во Взеленодольском районе Спасатели начали откачивать воду из подворья Пожарные кабец Буинска, Апастова, Новошишминска В режиме повышенной готовности Альбин Минибай, Рина Цаффин, ТНВ, Апастовский район Мера пресечения не избрана Из зала суда отпущен на свободу Сегодня советский районный суд Казани Рассматривал дело экс-министра транспорта Республики Владимира Швецова Следствие настаивало на задержании Защита на свободе Напомним, задержан он был накануне Его подозревают в присвоении 5 миллионов рублей Выделенных для строительства жилья Для молодых специалистов сельской местности Данные денежные средства Швецовым и иными лицами Путем предоставления фиктивных документов Были похищены Сегодня сторона защиты предоставила справки О состоянии здоровья Владимира Швецова Ходатайство следствия не поддерживаю Прошу отказать в избрании меры пресечения Заявил представитель прокуратуры Сам обвиняемый также подтвердил плохое самочувствие Вот я сюда-сюда приехал С 180 давления у меня сейчас И 11 сах Я перед тем, как сюда ехать меняют В Америке Вчера в момент задержания Господин Гайнулин в его кабинете происходил 195 давлений Сегодня Рустам Мениханов Пописал указ об освобождении От должности министра культуры Айрата Сибагатулина С поста он уходит по собственному желанию В связи с выходом на пенсию Напомним, Айрат Сибагатуллин Возглавлял Минкуль с 2011 года Рустам Мениханов сегодня наградил экс-министра Медалью Ордена за заслуги перед Республикой Татарстан Создать ассоциации садоводов в районах республики Такую задачу поставил президент перед главами Вопрос сегодня обсуждали в Доме правительства Как сообщил заместитель министра сельского хозяйства Николай Титов В основном садоводы обращаются за помощью в их ведомства И только в Тукаевском, Альметьевском и Нижнекамском районах Решают проблемы через ассоциации Что гораздо удобнее для всех И сокращает время решения вопросов Президент поручил создавать такие ассоциации повсеместно Но это же наши люди Туда, может быть, они проживают там в городе, в городах Но они же куда-то должны ехать Где-то они должны свои потребности Или отдыха, или там возделывания каких-то там культур Сегодня больше трехсот молодых экологов республики Открыли третий экологический форум Два дня они будут посещать тематические площадки Посвященные сохранению окружающей среды На форуме начинающие экологи Представят свои наработки по охране природы Кроме того, запланировано участие в интерактивной игре Просмотр природоохранных видеофильмов и флешмоб Экология это очень важно В принципе, неотъемлемая часть нашей жизни Мы, как будущие экологи Просто обязаны присутствовать на таких мероприятиях Повышать свою квалификацию Молодежь это надежда и опора В первую очередь И та молодежь, которая сегодня здесь принимает участие Это те активисты Которые введут, влекут еще с большого движения То есть и делают очень много хорошего, доброго И своим примером еще И, конечно же, показывают, как и старшим поколениям Как надо жить, как надо относиться к экологии, к природе В Татарстане план по вводу жилья выполнен почти на 40% Об этом сегодня в Доме правительства сообщил глава Минстроя Эрик Файзулин Введено 909 тысяч квадратных метров жилья В рамках программы строительства арендных квартир Планируется сдать 182 дома социальным жильем В этом году предполагается обеспечить 297 детей-сирот И детей, оставшихся без попечения родителей Рустам Яниханов пообещал Татарстанская неделя звезд хоккея пройдет на небывало высоком уровне Сегодня соглашение о проведении в Республике спортивного праздника Президент подписал с руководством континентальной хоккейной лиги Отметим, что шоу с участием лучших хоккеистов континента Ежегодно проходит в разных городах Чем удивит Республика, расскажет Дмитрий Аринин С этим рощерком черного по белому документально утверждено Железом по льду узоры рисовать хоккеистам В январе следующего года в Татарстан на неделю приедут мастера этого спорта Звезды КХЛ, молодые дарования и самые-самые из женской лиги Чтобы собрать такую хоккейную пыльяду Татарстан опередил своей конкурсной заявкой Омск, Магнитогорск и Хельсинки Мы очень благодарны Республике Татарстан и лично президенту Рустаму Нургальевичу Мениханову За то, что они действительно приложили все усилия, чтобы в этом конкурсе победить Я подчеркиваю, что это неделя звезд хоккей, которая пройдет в Республике Татарстан То есть впервые неделя звезд будет проводиться не в формате одного города Звездная неделя по-татарстански охватит три главных хоккейных города Республики 12 и 13 января в Нижнекамске сыграют дамы женской хоккейной лиги И встретятся участники молодежного кубка вызова Затем на три дня действо переместится в Альметьевск Здесь устроят спортивно-массовое шоу для болельщиков Казань же ждет звездный уикенд Мастер-шоу и матч лучших хоккеистов КХЛ Мы с большими ожиданиями ждем И это будет прекрасный праздник Мы сделаем все, чтобы дальше нашим коллегам было сложно этот уровень держать Эта хоккейная афиша еще не полная К звездной неделе в Татарстане хотят придумать еще ряд событий Как пообещали, сюрприза для любителей хоккея будет предостаточно Дмитрий Аринин, Ильшат Мухаммедов, ТНВ, Казань Австралия, Аргентина, Андорра и даже Антарктида Это только на первую букву алфавита Сегодня в 80 странах мира писали тотальный диктант В Татарстане к нему присоединились около 4000 человек Автор текста, родом из республики О неожиданных дикторах, непохожих участниках и типичных ошибках Лина Зинатулина Мы призываем запретить оценивать тотальный диктант двойкой С надеждой получить пять или хотя бы четверку за тотальный диктант сегодня взялись сотни тысяч участников по всему миру Не то что модно, это популярно как спорт Хочется быть спортивным, хочется быть грамотным, хочется понимать на что-то способнее Даже просто в переписке с друзьями нужно писать правильно И очень сильно раздражает, когда люди пишут с ошибками Написать без ошибок в 80 странах мира постарались фрагмент будущего романа казанской писательницы Сама Гузель Яхина прочла его во Владивостоке А для казанцев чтецом стала вице-премьер республики Лейла Фазлеева По образованию, кстати, филолог Я знаю тактики, как можно читать, чтобы было понятно, где ставить запятую, а где двоеточие Здесь в КФУ самая большая площадка тотального диктанта в республике А всего их больше полусотни Сегодня проверить свою грамотность отважились около 4 тысяч татарстанцев И даже иностранцы, студенты из Армении, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и даже Нигерии написали диктант в Доме дружбы народов Для них укороченный вариант, но через год не боятся и основного Говорили, что русский язык самый трудный язык в мире, но оказывается, что нет Образовательную акцию поддержали и на четырех площадках в Альметьевске А в Челнах тотальный диктант стал уже традицией поколений Родители участвовали в позапрошлом и в прошлом году В этом году решили, что не пойдут Но мы заменим их Результаты уже в понедельник, а пока мы устроили собственную проверку Частые ошибки учтут не только участники, но и одно из крупнейших издателей в стране Эксперты тотального диктанта посоветуют, как доступнее объяснять те или иные правила в учебниках русского языка Разобрать и собрать автомат на время, правильно считать звезды на погонах, отжиматься и подтягиваться Четыре сотни будущих солдат сегодня в Казани Они вышли на спартакиаду по военно-прикладным видам спорта Алина Бережная, тех, кто лучше равнялся на победу Заряжать обойму, разбирать и собирать автомат, подтягиваться и отжиматься И все это на время, как в армии Испытания для четыре сотни будущих солдат Спартакиада по военно-прикладным дисциплинам Ежегодная возможность выбрать самую сильную и ловкую команду Я один раз участвовал на таких мероприятиях Я когда еще в школе учился, участвовал Вот как раз автомат, это любимое мое было занятие из всех дисциплин спартакиада Также умело собирает автомат, как и пользуется косметикой Студентка Анна Репина даст фору любому парню Учится на банкира, свободное время проводит в тире Сейчас плохо собрала, у меня рекорд всего лично 24 секунды А тут что-то я волнуюсь еще Капитан Маршал Все верно Наравне с разборкой автоматов, подтягиваниями и отжиманием Настоящий патриот должен наизусть знать все воинские звания Такой мозговой штурм усложняет и время, за которое участники должны дать правильный ответ Спортивное воспитание, тем более в Татарстане После всех мероприятий, которые уже прошли в городе На высоком уровне сейчас спорт И патриотизм не остается в стороне Поэтому объединили вот так вот И патриотизм, и спорт идут сегодня вместе К воинской службе готовы Звезды на погонах у студентов впереди А пока в награду статуэтки и дипломы Алина Бережная, Мирзалюшев, ТНВ, Казань Ребята, давайте жить дружно Говорим мы, когда миримся Как яхту назовешь, так она и поплывет Когда начинаем новое дело Насколько крылатые фразы из мультфильмов Плотно засели в обществе На прошлой неделе отметил Владимир Путин Награждая лучших аниматоров, режиссеров и художников страны Президент признал Отечественные мультфильмы содержат коды Делающие россиян особенными О том, какой путь должна пройти анимация Чтобы после стать частью культурного кода Рамиль Шайдулин Работа не мог, не трать время впустую Так и должна звучать лень Игриво, уверенно и профессионально Вскоре этот новый персонаж Предстанет на экране перед самым требовательным Юным зрителем Задача всей команды Влюбить в свою мультяшку Именно акцентировать какие-то слова Актер должен играть Все, и лягу И лягу Эти персонажи вечны, а их выражение крылатые Слова кота Леопольда о дружбе и Винни-Пуха О том, что неплохо было бы подкрепиться Помнят бабушки и мамы, их дети, а теперь и внуки Ты это заходи, если что Кажется, дождь начинается Ребята, давайте жить дружно Это вообще любимое выражение Это мой девиз Но почему обычные фразы становятся крылатыми? Ответ есть у филологов Задача автора найти общий язык с будущим зрителем Если это получается, это уже половина успеха Зачастую даже авторы, то есть профессиональные писатели, поэты Они обращаются к народному творчеству, к фольклору Для более сильного высказывания своих мыслей Ничего не понимаю Вторая половина – удачный образ Зритель должен или узнать в нем себя, или кого-то из знакомых И пусть обычно герои мультфильмов животные, но почти всегда говорят и делают, как люди Этот муравей должен резвиться, как ребенок А этот постарше – давать мудрые советы Десятки аниматоров трудятся над тем, чтобы это случилось как можно скорее Прежде чем первая задумка станет законченной фразой О черновой набросах персонажам, известным тысячам людей Они проходят вот такую творческую кузницу И только потом проверку временем Это очень большой успех, когда получается сделать так И я хочу верить, что цитаты наших мультипликационных персонажей действительно уйдут в народ Новый мультсериал создает студия «Татар Мультфильм» В планах сделать муравьев узнаваемыми во всем мире Поэтому и персонажей озвучивают на нескольких языках С выходом на экраны, надеются мультипликаторы, их фразы тоже станут крылатыми Какого века? Ты чего? Свежий же! Рамиль Шайдулин, Игорь Романов, ТНВ, Казань Выиграй Грант ТНВ, учись бесплатно в КФУ, стань журналистом и приходи работать к нам Такой шанс дает наш телеканал Напоминаем, 11-ти классникам до 19 апреля нужно заявиться на конкурс на соискание гранта на обучение в высшей школе журналистики КФУ Все подробности вы можете найти на нашем сайте tnv.ru Заходим на главную страницу, находим справа специальный баннер конкурса Открываем положение и добро пожаловать Свои работы нужно присылать на электронный ящик PR-tnv-mail.ru Выиграй Грант и стань лучшим из нас 2-1 Казанский Акбарс обыграл сегодня московский ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина Таким образом, счет в серии 1-0 Сегодня ранним утром главный трофей Константальной хоккейной лиги поездом доставили в Казань На Татнефть-арену трофей доставили большегрузы команды Камазмастер Перед третьим матчем приз вместе с хоккеистами переедет в Москву Где на две игры займет свое место в ледовом дворце ЦСКА Сейчас время обзора всего самого интересного в интернете за неделю Яркие события, неожиданные темы, уникальные кадры в нашей традиционной субботней рубрике в сети Всем привет! Наконец-то, ну наконец-то суббота! Пришло время для свежих и обсуждаемых новостей интернета Доллар опять скакнул, евро сделал пике выше неба Трамп грозится напасть с ракетами на Сирию А Телеграм уже вот-вот заблокирует А вчера вообще была пятница, тринадцатая Друзья, ну не неделя, а сплошное веселье Но зато уже потихонечку чувствуется весна Солнышко выглядывает, цветочки, тепло Ну что, друзья, не будем затягивать Давайте уже наконец узнаем, что там интересного в сети И узнаем, что сейчас в тренде Кроме того, как установить прокси-сервер для Телеграма 12 апреля, кстати, если вдруг кто не знал, был день космонавтики Именно в этот день Юрий Гагарин сказал свою знаменитую фразу Поехали! И отправился в 108-минутное путешествие по космосу Ко дню космонавтики Яндекс собрал примеры запросов про космос И оценил их популярность Итак, самый часто задаваемый вопрос Это в каком году Юрий Гагарин полетел в космос? Друзья, ну отвечу сразу вместо Яндекса В 1961 году Далее еще один популярный и очень даже забавный вопрос про космонавтов Фильм, в котором конец света, но космонавты всех спасают Ребят, честно, понятия не имею, что это за фильм Но мне уже стало очень интересно Уверен, Яндекс знает ответ Самой популярной планетой Ну, то есть планета, которая чаще всего появляется в запросах Это планета Марс И, конечно же, самый главный вопрос На какой планете есть жизнь, кроме Земли? Друзья, ну, надеюсь, скоро мы узнаем ответ на этот вопрос Это был топ запросов на тему космос А мы идем дальше Ну и пока далеко не улетели Наша постоянная рубрика в сети с президентом Рустам Миниханов на этой неделе побывал в Ахрейне С деловым визитом Ну и заскочил на Формулу-1 Фото с гражданином Российской Федерации А в день космонавтики вместо обычной площади свободы В ленте мы могли увидеть вот такое видео Поехали! Ну и, конечно же, наши космонавты, которые болеют за Акбарс Уважаемые игроки, Аккейного клуба Акбарс Мы, российские космонавты Антон Шкаферов и Олег Артемьев Хотим воспользоваться лучшим И поприветствовать вас прямо отсюда, из космоса Мы с интересом смотрим за вашими играми И еще до полета Предсказывали, что вы попадете в финал Красивых побед Достойных соперников Слава России, слава Татарстану Кстати, Акбарс ЦСКА Уверен, будет жарко Все, наверное, помнят девочку-блогершу из Нижнекамска Которая жаловалась, что к ней никто не пришел на фан-встречу Так вот, как говорится, хайпанула немножечко девочка Она снялась в клипе Дениса Клявера Это который из «Чай вдвоем» Смотрим Сейчас очень-очень сильно расстроюсь Она даже в клипе такая грустная Уверен, что буду в Нижнекамске Обязательно схожу на ее фан-встречу В Америке во время баскетбольного матча Камера снимала болельщиков И тут случайно в кадр попал сотрудник арены Ну а дальше смотрите сами Многие говорят, что это постановочно Все и так далее Но после его танца зал просто взорвался от оваций Мне кажется, что парень просто всю жизнь ждал этот вот свой звездный час И когда он пришел, парень не упустил его Молодец А сейчас топ-тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе На первом месте запрос «Курс доллара» Да уж, здесь, как говорится, пришла беда, откуда не ждали На втором месте «Пасха» — православный праздник, который прошел в воскресенье И на третьем месте бой Хабиба Нурмагомедова за титул звания чемпиона Он, кстати, выиграл На этом сегодня все Пишите, присылайте новости, видео, картинки, фотографии Короче говоря, будьте в сети И напоследок вот такой вот вам веселый видеоролик с супер бабушкой-дэнсершей Пока Субтитры делал DimaTorzok Впереди прогноз погоды А я напоминаю, что все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании А также на канале YouTube До встречи в 21.30 Здравствуйте! В начале выпуска интересная информация Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваши желания Успейте заказать со скидкой 20% Данил Мастер, город Казань, улица Восстание 23 Телефон 2 167 166 В воскресенье в Сатарстане будет солнечно и тепло Температуры на пару градусов станут выше По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Ознакаево переменная облачность и до 8 градусов выше нуля На северо-востоке в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге облачная погода с прояснениями плюс 7 На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске переменная облачность и плюс 8 На северо-западе, Варске, Кукмаре, Балтасе, Синоптики дожди не обещают 8 градусов выше нуля На юго-западе небо прояснится, потеплеет до плюс 12 В центральных районах Чистополе, Альметьевске, Мамадыши около 9 градусов тепла и без осадков В последующие дни существенных изменений в погоде не ожидается В Казани переменная облачность плюс 7, плюс 9 Ветер западный до 5 метров в секунду Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба Влажность воздуха 63% Ожидается магнитная буря, берегите себя О погоде все, в студии была Лейла Латыпова Хороших выходных в кругу близких До свидания